Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем с вами рисовать экзотических животных. И следующее животное, которое мы будем рисовать, это жираф. Но прежде чем начать, давайте немножечко поговорим о нем. Жираф – это одно из самых необычных животных на планете. Необычность его в том, что это самое высокое животное во всем мире. У него очень длинная шея, которая занимает третью часть от всего его роста. Но, как ни странно, позвонков у него, как у всех млекопитающих, семь. А длина одного позвонка может достигать 25 сантиметров. Большое удивление вызывает язык животного. В длину он достигает почти полметра. Таким языком жираф может даже чистить себе уши, не говоря уж о захвате еды. У жирафов очень уникальная краска. Удивительно то, что нигде в мире вы не найдете двух одинаковых жирафов с одинаковой расцветкой. Она уникальна для каждого животного. Также у него очень длинные и тонкие ноги. Однако это не мешает ему быстро бегать и даже прыгать в высоту на полтора метра. Вот только водоемы жираф обходят стороной, они ему пока еще не покорились. Как же спит жираф? Жираф может спать как стоя, так и лежа. Если он ложится, то он подгибает под себя ноги и кладет голову на свое тело. Жираф спит с перерывами. В течение всей ночи он время от времени поднимается пить или что-нибудь съесть. Где же обитает жираф? Жирафа можно встретить только в саваннах Африки. В других частях света он не живет. Он очень мало потребляет воды и поэтому легко выживает на юге Сахары в редколесьях. Самая любимая еда у жирафа – это листья деревьев и ветки кустарников. Однако самое любимое лакомство у него считается акация. Почти все время, пока он не спит, он проводит за едой. И чтобы ему наесться, ему нужно каждый день съедать 30 килограмм растительности. Пьет он очень редко, но если вдруг ему попадается вода, то он может за один раз выпить 30 литров воды. Детеныши у жирафа рождаются очень тяжелыми. Один малыш может весить 100 килограмм, а ростом может быть полтора метра. Живут они с мамами, пока им не исполнится полтора года. Как только они исполняются полтора года, они уходят от мамы и начинают жить самостоятельно. Интересные факты еще в том, что на свободе жираф может жить 25 лет, в неволе – 35 лет. У жирафа обычно вырастает два рога, но есть особи, у которых развивается целых пять рогов. Жирафы могут разговаривать друг с другом, но их голоса неуловимы для слуха людей. Сейчас мы с вами попробуем нарисовать жирафа, используя геометрические фигуры. Ну, самое первое, как всегда, с чего мы начинаем. Мы начнем с вами рисовать с туловища. Туловище у нас будет овальное, и я нахожу где-то серединку, и сначала начинаю рисовать овал. Сильно на него, на карандаш не нажимаю. Обратите внимание, вот такой вот овал. Так, он у меня немножечко нарисован вот так вот по диагонали. Если мне все нравится, вот я сейчас попробую нарисовать поярче, чтобы вам было видно, но вы, пожалуйста, сосиси не давите. Так, это у нас будет с вами туловище. Дальше. Что мы рисуем дальше? Значит, смотрите, над овалом в воздухе вы должны провести как бы вот такую невидимую линию, ну вот подняться где-то так, не сильно высоко, и нарисовать еще один овал. Ну вот примерно вот такой вот. Если сравнить с туловищем, то он занимает, наверное, вот такую вот часть от туловища. Так, нарисовали овал. Я его тоже, тоже посильнее нажимаю. Дальше. Что мы рисуем дальше? Давайте сейчас нарисуем шейку. Значит, смотрите, вот вы нарисовали голову, находите серединочку под головкой и вот здесь вот серединочку. Две точки здесь. Затем раз точечка, два точечка. У вас в идеале получается четыре точечки. Значит, смотрите, что вы делаете. Сейчас вы набрасываете, рисуете шейку. Раз шейка и два шейка. И вот эта вот часть шейки, смотрите, что вам нужно будет сделать. Чтобы вот этот вот горб не получился, я, смотрите, я беру и вот как бы продолжаю шейку, срезаю часть, срезаю часть туловища. И чтобы она меня не смущала, можно сразу это убрать резиночкой. Где у меня резиночка? Ну, не могу найти резиночку. А, вот, нашла. Так. Вот видите, я сейчас вот эту часть убираю. Так, выровняла. Дальше. Продолжаем дальше. Значит, вот здесь вот, вот здесь вот, нужно нарисовать на туловище вот такой вот овал. Это будущее место для ножки. Так. Теперь давайте определимся с задними ножками. ноги у жирафа будут состоять из нескольких частей. Первая часть, первые две части будут у нас такие, как бы половинки овала. Значит, вот у меня закончилась спинка, которую мы прористили. Я прямо от нее начинаю рисовать раз половинку овала. Одна ляшечка вот такая вот будет побольше, ножка, часть ножки, а вторая чуть поменьше. Это будут задние ножки. Для чего нам нужен будет этот круг? Для того, чтобы вы вот эти вот ножки не ушли на передние. Вот, смотрите, вот у вас раз овал. Можете здесь еще один подрисовать. Так, теперь давайте прорисуем еще часть ножек. То есть, вот у вас овал, вы от него рисуете раз линию, два линию. Значит, по длине она должна примерно быть вот на уровне ваших вот этих ножек. Здесь шире, там уже. и на конце нужно нарисовать вот такой вот как бы овал. Это будет как коленочка, как сустав. Сбоку можно подрисовать еще такую вот дугу линию и от нее нарисовать еще раз линия, два. Обратите внимание, они вот немножечко так вот наискосок идут. Так, и тоже на конце нарисовать коленочку, сустав. Дальше. Значит, когда вы все это прорисовали, давайте закончим вот с этими. Здесь линия, здесь линия, на конце суставчик. И здесь. Раз, два, суставчик. Теперь, давайте вернемся к мордочке. Значит, смотрите, что вам нужно будет сделать. Нарисовать мордочку. Значит, я что делаю? Я рисую линию раз, дальше линию два, и вот немножечко, она не должна быть такая узкая, как у клюв какой-то, поэтому вот линия, и вот здесь вот прямо вот так сделать нужно. Так, пока-то. Теперь вот, давайте нарисуем ушко. Ушко у нас треугольное, я ставлю точечку, и рисую раз, линию два, одно ушко. Одно ушко, мы видим с вами целиком. И вот еще у жирафа на голове есть рожки. Это такая палочка, на конце такие две точечки. Ушко и рожки. Можно еще второе ушко нарисовать. Значит, теперь, когда вы мордочку прорисовали, можно вот тут немножечко убрать. И вот смотрите, вот этот уголочек, это носик, и мордочку делим на две части. Ротик рисую. Рисовали ротик. Раз этот жираф стоит боком, то мы рисуем ему только один глазик. Так. Затем, что дальше делаем? Ну, у всех жирафов есть грива, поэтому я рядышком рисую вот такую вот линию. Это у нас будет здесь грива, мы потом ее раскрасим. Ну, и вот здесь вот хвостик рисуем. У него он такой на кисточку похож. Так. Это мы потом все раскрасим. Карандашом можно не рисовать. Мы потом все это проведем с вами, сделаем. Так. Теперь, мы с вами ноги нарисовали, но нарисовали не до конца. Значит, смотрите, наш жираф будет в таком, в движении, и сейчас мы разберемся с конечностями. Ну, давайте начнем вот с крайней лапки, ой, ножки. Значит, смотрите, эта линия идет вот сюда, а вторая часть ножки мы рисуем еще уже ее и немножечко наискосок. Так. И вторая передняя лапка точно так же. Вот так наискосок. Нарисовали. А вот задние ножки, они идут немножечко в другую сторону. Вот сюда. Раз, два. Так. Это вторая часть ноги. А еще, помимо вот этой второй части, у жирафа на конце есть копытца. Ну, как нарисовать копытца? Вы можете просто нарисовать вот такие вот треугольнички. Раз треугольничек. Тут можно два треугольничка. Так проще будет. Тут вот три, четыре. Так. Все. Наш с вами жираф готов. Но, чего же не хватает? Вот когда вы прорисовали все эти геометрические фигуры, вам нужно придать ему форму. Каким образом? Ну, например, вот часть вот этого круга мы стираем, убираем и начинаем рисовать ну, как бы мышцы, что ли ему. Вот он, вот эта ножка у него там заходит. Вот эту часть, как бы его немножечко более таким подтянутым можно нарисовать, да? Немножко постройнее. Так, что еще здесь? Пятнышки. Как прорисовать пятнышки? Ну, пятнышки вы можете рисовать в произвольном, как вам нравится. Ближе к шее у него очень мало пятнышек. Ближе вот здесь вот, произвольно. можно просто нарисовать, разрисовать его, то есть по всему телу он практически весь в пятнышках. Весь в пятнышках. Это у него грива здесь. Грива у него очень ровная, короткая. На картинке вы видели, у него очень красивая такая грива. Ага, и вот она идет, у него где-то, я ее очень длинно нарисовала, вот шейка, вот где спинка, вот у нее до шейки. Шейка где за все? Вот здесь на спине у него гривы нет, он не лев. Вот где-то до сюда у него грива идет. Так, ну, прорисовываем все пятнышки на нем. Так, следующий момент, чтобы наш жираф не висел в воздухе, да? не висел в воздухе. Естественно, нужно нарисовать ему полянку, да? Где он у нас там идет? Ну, это все нарисовываем. Все. Вспоминайте, какие любит он доставать кустарники, да? У него огромные такие деревья, травку, любит щипать мисточки, можно прорисовать, можно нарисовать, солнышко светит, где-то он у меня вот с горки спускается, где-то травку, может быть, здесь какой-то кустик вы прорисуете, наметите. То есть, он любит все-таки не среди деревьев жить, где равнина, но кустарники тоже есть, потому что это животное, которое травоядное. Я нарисовал дерево, потом буду раскрашивать. Работать мы с вами будем сегодня не только акварельными красками, но еще и восковым мелком. Я хочу вам показать небольшой секрет, как аккуратно и красиво раскрасить любую картинку, используя восковые мелки. Так, я приготовила восковой мелок. коричневого цвета и сейчас покажу, что нужно сделать, как красиво нарисовать. Ну, во-первых, пятнышки, которые у меня нанесены на жирафе, я раскрашиваю их восковым мелком. Стараюсь раскрасить каждое пятнышко, конечно, не очень удобно, но можно постараться. Между пятнышками оставляю расстояние и так раскрашиваю все пятнышки. В чем секрет, вы увидите чуть позже. все пятнышки я раскрасила, дальше, что я делаю, я начинаю раскрашивать жирафа. Я беру кисточку, набираю акварельную краску и начинаю раскрашивать жирафа прямо по пятнышкам. краску. То есть, посмотрите, акварельная краска прямо по пятнышкам. Восковой мелок обладает таким свойством, что он не закрашивается акварельной краской. Я прямо по пятнышкам рисую, не боюсь, что у меня что-то испортится. Так раскрашиваю всего жирафика. Не забываю, что вот этот животик у него более светлый. И раскрашиваю ножки. Пяточки у меня остается. Секрет воскового мелка в том, что он обладает такими свойствами, что отталкивает акварельную краску. и не закрашивается. Не надо выводить каждое пятнышко. Раскрашиваем всего жирафика. Копыты мы не трогаем. Копыта у нас будут черненькие. Ждем, чтобы все подсохло. пока сохнет можно поработать нарисовать травку, солнышко. Внутренняя вот эта ножка изнутри она просто светленькая. Она без пятнышек. подсохла. Так. Теперь когда вы все это нарисовали, не забывайте головку раскрасить. Не бойтесь прямо вот сверху и так вот аккуратненько. Потом все сделаем ушки. когда вы все это нарисовали, пусть ваш жираф сохнет. Можно приступить раскрасить сначала фон, затем траву, когда фон подсохнет наметить дерево, нарисовать листочки, раскрасить солнышко, а затем уже на нашем жирафе прорисовать черную гриву, черный хвостик, черные копыта, глазик можно черненьким выделить, рожки черненьким нарисовать. И наша работа будет закончена. Итак, после того как вы раскрасили фон, небо, траву, дерево, солнце, ваш жирафик уже давно подсох. И последнее, что нужно сделать, это нарисовать гриву черной гуашью так вот на тоненькую кисточку. Работаем кончиком кисточки. Грива идет там, где есть шейка. на конце черный хвостик нарисовать. Черные копытца. черные точечки. Трошки раздрюшку. Если сложно работать кисточкой можно конечно использовать мастер, например, там, черную ручку. Конечно, нужно попробовать красками. Итак, наша картина готова. жираф наш нарисован. Я надеюсь, что у вас все получится. Желаю вам творческих успехов. Успехов.